На захоронениях солдат могут вырасти многоэтажки. В нашу редакцию обратились жители Казани, обеспокоенные судьбой территории бывшего военного госпиталя. Люди уверены, там лежат останки воевавших в русско-турецкой войне и Великой Отечественной. Площадку обнесли забором. На месте вместе с историками побывал наш корреспондент Анна Городнова. Возможно, в этих корпусах лечился мой отец, Филимонов Георгий Фодович. А сейчас исторические корпуса гниют и пустеют. Инесса Белова, дочь участника Первой мировой и бойца Красной армии. И пусть отец здесь не похоронен, женщина уверена, под землей сотни останков солдат. А недавно она узнала, на территории будет большая стройка. Я лично была в Минзем имуществе, и там мне сказали, да, будем строить дома. Я считаю, что это место святое, что это должен быть мемориал русским воинам. Выход из морга был буквально отсюда, вот с этой стороны. И в феврале 1942 года случилась такая ситуация, что морг был практически забит трупами, некому было хоронить. Поэтому медсестры выносили тела солдат прямо в эту рощу. На территории госпиталя рассказывает заведующий музеем мемориалом Великой Отечественной Михаил Черепанов. Но так и неизвестно, перезахоронили ли их на Арское и Архангельское кладбище, где были официальные воинские могилы. Этот госпиталь с 18 века здесь стоит, поэтому, конечно же, захоронения здесь были наверняка еще тех времен, в том числе и турецкой, и японской войны. А вот что точно известно, буквально в 100 метрах отсюда лежат останки солдат Великой Отечественной. Когда начали шурфить, я нашел не только какие-то обломки рук, ног, там, ребер, но и позвонок. В самом здании, где располагался госпиталь, сейчас Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ. Но территория, где, возможно, есть останки солдат в частных владениях. По словам местных жителей, этот забор установили два года назад. Потихоньку территорию очищают от старых корпусов, везде лежит строительный мусор. Но строительной техники, как мы увидели, сегодня здесь нет. Есть только охрана, которая не пускает дальше на территорию. Но эти частные территории закрыты. По информации из полкома Казани, в ноябре 2018-го Управление архитектуры и градостроительства рассмотрело от застройщика ООО «Факел» эскизное предложение двух шести- и восьмиэтажных жилых домов. Однако предложение отклонили для доработки и устранения замечаний. В соответствии с градостроительным уставом Казани, указанный участок расположен в зоне специального назначения на территориях действия ограничений по условиям охраны памятников истории культуры, где многоквартирные жилые дома являются разрешенным видом использования земельных участков и объектов капитального строительства. Но поскольку участок граничит с памятником и госпиталем, застройщику нужно согласовать эскиз с Госкомитетом по охране объектов культурного наследия, с градостроительным советом. И как скоро здесь начнется стройка или не начнется, зависит от решения комиссии. Но в любом случае, количество этажей здесь не главное. Главное – память. Анна Городнова, Вадим Ларионов, ТНВ.